Христос воскресе Ну, для начала, по нашей доброй традиции, для того, чтобы было людям понятно, мы с вами прочитаем отрывок Евангелия. Этот отрывок же будет читаться в воскресенье, кто придет на службу, может услышать, да? Но в храме будет читаться на церковнославянском языке. Мы, для большего понимания, прочитаем с вами на русском языке. Итак, пожалуйста, да, Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня Самарянки, ибо иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто, говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий, пьющий воду сию, выжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и прийди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики его. И удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, равви, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть, творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по его слову. О женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Да. Почему сейчас в дни празднования, да, воскресения Христова, то есть еще мы празднуем, да, Пасху, вспоминаются и такие другие события. Например, вот прошлое воскресенье, и мы с вами в прошлой передаче рассказывали, да, то, что вспоминалась притча о расслабленном. В это воскресенье вспоминается беседа Господа с Самарянкой у колодца, в следующей будет о слепом. Какая вот связь, да, между вспоминаемыми такими событиями и воскресением Господним? Ну, здесь достаточно простое, такое связующее звено есть. Это то, что для всех этих людей, перечисленных, это тоже в какой-то степени воскрешение. То есть мы в Пасху празднуем воскрешение Христа после его распятия и смерти. А здесь мы читаем и наблюдаем, как воскрешал Господь души человеческие. Через чудеса, через пророчество, в данном случае с Самарянкой он прорек ей, что у нее пять мужей было, и она через это уверовала, через это она стала верующей, а значит воскресла в жизнь вечную духом своим. Если брать расслабленного, то там такая же ситуация, то есть он был воскрешен из длительнейшей болезни, которой не было, так сказать, никакого у него способа избавиться от нее. То есть исцеление на тот момент никто не мог, да и сейчас расслабленных тоже никто не может восставить от одра. Там же Господь ему сказал, возьми одра твое и ходи, он встал и пошел, то есть он был воскрешен от этой болезни, и через это воскрешен духовно, приден был к вере. То же самое со слепым, когда человек не видел отрождения мира этого, и обратился с просьбой к Христу, когда спросил, что ты хочешь от меня, тот сказал, да прозрю Господи, он прозрел по Слову Божию, и через это тоже стал верующим, то есть это тоже воскрешение. То есть мы наблюдаем в данных евангельских моментах чтений, наблюдаем, как Господь воскрешает души человеческие через соприкосновение с ними, через чудо, через какие-то помощи, через какие-то другие моменты, связанные с богообщением человека. И таким образом научаемся, что и наши души Господь также воскрешает через такие же дела, добрые дела Божьи, в нашей судьбе совершающиеся. Ну, давайте с вами разбирать прямо подетально. Шестой час, что это за... Вот на наше время сколько это? Ну, нулевой час – это восход солнца был в Палестине, и от него шесть часов – это двенадцатый час по-нашему сейчас. То есть это полдень, это самая жара, это самый зной, который сейчас там уже за тридцать, это только весна, а где-то в июле августе там и под сорок градусов жара, а в полдень просто невозможно терпеть это. И поэтому, конечно же, Господь утрудился в пути и от жары, и сидел в тени при колодце, ждал, чтобы напиться. То есть это как раз самое жаркое время суток. Кто такие самаряне, и почему они не сообщаются, иудеи с самарянами не общаются? – Был такой момент в Ветхом Завете, когда государство израильское разделилось на несколько частей, было захвачено из Вавилонии пришедшими войсками, и, естественно, были заселены части Израиля вавилонянами. Конечно же, произошло кровосмешение, то есть они поженились друг с другом, и вот самаряне – это жители Самарии, можно так сказать, то есть части израильского бывшего государства, в которой жили такие вот кровосмесители, как считали их иудеи. То есть те, которые не должны были, иудеи не должны были жениться на чуждых их вере, жёных или брать мужей оттуда. Но это произошло, и поэтому иудеи к ним относились такой брезгливостью, и с ними не общались, и даже воды попросить у них не могли. Даже слова им сказать не могли. – Из одной чаши даже пить, да? – Да, даже прикасаться к ним нельзя было. Через это они считали, что они будут осквернены через прикосновение даже к таким людям. – Не опасно ли было Господу заходить к самарянам? – В связи с этой ситуацией, которую я только что описывал, конечно же, самаряне были озлоблены на иудеев, и часто даже их избивали, грабили. И мы видим в другом месте Евангелие, где самаряне даже не пустили Господа для ночёвки в одно из поселений, когда апостол Яков и Иоанн даже воскликнули Господи, «Повели, мы помолимся, сейчас огонь сойдёт на них, чтобы сжечь их всё это селение. Как-то они тебя, Христа, не дали войти, чтобы переночевать». Мы видим в этом такое противостояние. Самарян и иудеев… – Сразу скажем, что Господь им не дал сжечь. – Господь им ответил, «Не знаете, какого вы духа. Я пришёл не погубить, а спасти». То есть он запретил им это делать. То есть такая ревность «не побозь» это называется у нас. Они это проявили по своему духовному младенчеству на тот момент. Но это как бы другая уже история. А здесь мы видим, что действительно были очень трудные взаимоотношения между иудеями и самарянами и вплоть до таких избиений. То есть было очень опасно ходить иудеям через Самарию. Но так как апостолы и сам Господь были не из Иудеи, а из Галилеи, то есть это как бы более близкая страна к Самарии, часть израильского государства, поэтому они к ним относились доброжелательно достаточно. Хотя и не во всех селениях. Почему ученики Господа удивились его разговору? Удивились разговору с женщиной. Потому что мы читаем в других местах Евангелия, чтобы Господь говорит, «Я вас посылаю только к овцам дому Иаковля, то есть только к иудеям для проповеди. И вдруг здесь сам Господь проповедует в Самарянке. Как же так? То есть они были в растерянности. То есть с одной стороны Господь говорит, что пришел к дому Иаковля, только погибшему дому Иаковля, чтобы его восстановить. И тут же вот к язычникам, которые свою веру противопоставляли вере иудейской, ветхозаветной вере. Но здесь мы видим промысел Божий о спасении этой женщины и о проповеди Евангелия, в том числе и в Самарии для язычествующих. То есть был первый звоночек для учеников, что Господь идет... Не только к евреям Господь пришел, но и ко всему миру. Всякий, кто будет веровать, спасется. Господь говорит в другом месте Евангелия. Здесь он это показывает, что эта Самарянка Фатиния, она уверовала... Ее звали Фатиния. Да, имя ее Фатиния. То есть все наши Светланы, да? Это вот их небесная покровительница. Светлана, да, Фатиния, Светлана. Это, да, синонимы. То есть будет именин у них в воскресенье, поэтому всех приглашают причаститься. Уже где-то сможете, в любом из храмов, но можно и к нам в монастырь приехать для причастия с Светланом. Но вот здесь как раз вот эта Светлана Фатиния, она стала христианкой через это общение, хотя была, в общем-то, гладницей. Давайте поговорим. Что же это за женщина? Ведь удивительно, она в самую жару пришла с кувшином в колодцию. Ну да, там же больше никого не было, только спаситель и она. То есть два человека у этого колодца находились. Почему другие-то не шли? Только потому, что все другие приходили туда с утра, когда прохладно, когда более удобно все это, нет такой жары. А она, стесняясь людей этого поселения, самарянского, стесняясь... Почему? Потому что жизнь у нее была достаточно блудная. Мы видим, что пять мужей, которые мужьями-то не были у нее. Из Евангелия следует это. То есть она просто сожительствовала с мужчинами, с одним, с другим, с третьим, с четвертым, с пятым. И ее считали женщиной легкого поведения в связи с этим. Поэтому она стеснялась. Даже если к нашей современной ситуации, наши гражданские, как называют, браки, сожительства, даже Господь сказал, что это не является браком. Ну, это вот меня умиляет, когда мне говорят, я в гражданском браке. Нет такого понятия без росписи. Если вы не расписаны, гражданского брака нет никакого. Это просто блудное сожительство. Потому что вы гражданским браком будете жить только тогда, когда вы объявите перед гражданами, что вы муж и жена. А объявить это росписью надо. И тем более это не венчанный брак. То есть даже гражданский брак без венчания, он тоже неправильный. Он не освящен Господом. Ну, а здесь вот мы видим, что она просто жительствовала. И сам Господь такое вот яркое, сказал, что это не муж тебе. Яркое слово, которое четко характеризует сегодняшнее отношение женщины-мужчины без брака. Как женщина поняла, что перед ней не самарянин, а иудей? Ну, конечно же, по внешнему виду отличались самаряне от иудеев. То есть различные традиции в одежде, различные традиции в вере. Это все накладывало, конечно, на них разный облик. И поэтому мы тоже можем посмотреть на человека, увидеть, что он из провинции приехал. Как? Ну, по внешнему облику, по поведению, по разговору. Кто-то окает, кто-то там еще как-то шокает. То есть эти все нюансы, они и тогда были. А так как иудеи и самареи, они жили в разных культурных традициях, конечно же, были отличия. Поэтому она сразу четко определила, что это иудей. Образ колодца случайно здесь выбран или нет? Почему встреча именно у колодца произошла? Ну, колодец – это же такое очень емкое понятие. Во-первых, это источник жизни в пустыне. То есть в пустыне, без воды, человек очень быстро умирает. Во-вторых, колодец, он дает возможность напитывать человеческое естество жизнью. То есть он дает ему воду. Какой бы глубины он ни был, все равно там сокрыта живительная влага. То же самое и учение христианское. Оно очень глубоко по своему пониманию, как колодец. Но оно всякому, кто трудится и достает эту живительную веру, живительные знания, православной веры, оно дает ему жизнь вечную. Как колодец жизни. Здесь временно, земной, так христианская вера жизнь вечную дает. Ну и кроме того, колодец – это место встречи в любом случае. То есть там собирались всегда люди, которые приходили за водой. Тогда же не было сети коммуникаций, там ЖКХ, не было никакого. То есть, соответственно, люди встречались вот в таких общественных местах, как колодцы. И обменились какими-то своими впечатлениями, мнениями, информацией. Ну и вот, собственно, это тоже такая традиция того времени. Здесь вот как раз эта традиция очень ярко видна. Да, и кроме того, часто и в Новом Завете сравниваются с Ветхим Заветом какие-то совпадения. Вот здесь, например, в Ветхом Завете видим, как у колодца встречались Исаак, Ревека, Яков и Рахиль. Они вот тоже как-то улюблялись там. Да, тоже у колодца. Также встретились и потом поженились. То есть создали семьи. То есть мы видим, что колодцы были точками собрания людей по естественным причинам. Да, и здесь вот как святые отцы сравнивают, да, то, что часто ведь можно услышать, да, как Господа называют женихом. Все жених глядит по луну еще, да, и в других местах. То есть здесь, как вот святые отцы говорят, что душа человеческая, как вот невеста, да, а Господь как жених. И здесь тоже, как Господь призывает на брак все человечество, да, то есть наши сердца, чтобы соединились с Господом. Да, да, самарянка здесь можно ее рассматривать как все человечество, которое пришло-то для того, чтобы удовлетворить свою естественную необходимость, да, пить воду телесную, а Господь ее еще и небесной дает. То есть для спасения человечества, пришедшего ко Христу, нужна вера. И через это, вот через самарянку мы ярко видим, как это происходит с каждым из нас, в том числе и со всеми верующими на планете Земля. Каждый приходящий к Господу, начинающий с ним беседовать в молитве, он точно так же открывает для себя какие-то удивительные стороны жизни, истины, которые изменяют его духовное настроение, то есть которые ведут к преображению и к воскрешению души. То есть самарянка в данном случае может рассматриваться как все человечество, встретившее Господа у колодца. Почему Господь в самую жару был в пути? Мы, когда читаем Евангелие, мы видим, что Господь переходил непрестанно от селения к селению. И апостолы следовали за Ним. Зачем Он это делал? Для того, чтобы, как вот здесь в Евангелии в конце мы читаем, что у меня есть другая пища, которую вы не понимаете еще. Это вот души человеческие спасать, призывать души человеческие. Вот это, Господь, желание как можно больше рода человеческого охватить своей любовью, своими исцелениями, чудесами, пророчествами, то есть призывом ко спасению, это и двигало Господом. И Он огромное расстояние покрывал пешком, то есть без каких-либо там средств передвижения. Это, конечно же, удивляет и поражает, как Господь, Бог настолько близок был к роду человеческому, что все свое время проповеди, все три года, Он ходил, 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 призывал, 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 и в конце еще и жизнь отдал. Да, и кроме того, мы в Евангелии читаем, что Господь днем проповедовал, а ночью молился. Ну, ночью, да. Во-первых, было не очень безопасно ночью ходить, да, там и разбойники, и прочее. Ну, и во-вторых, конечно же, у Господа еще и было вот это вот такое правило молитвенное, да, которое Он всегда исполнял, уходя на молитву в ночные часы, когда тише, когда все люди, которые к Нему приступали в течение дня, это там тысячи людей к Нему подходили, да, за решением своих проблем, ночью они, естественно, отдыхали, и это было единственное время суток, когда Господь мог отдохнуть, а Он в это время молился. Да, и для нас, да, по примеру Господа, важна чрезвычайно именно ночная молитва, ведь не случайно, на фоне там ночью молятся. Ночная молитва, она тем отличается от дневной, что она более собранная, концентрированная, более осознанная, внимательная более, то есть когда ничто не отвлекает, когда ты даже свет дневной тебя не отвлекает, ты полностью погружен в молитву, потому что когда солнышко светит, ну там в окно посмотришь, куда-то по сторонам смотришь, это уже отвлечение. Птички поют, звуки разные. Птички поют, да, какие-то телефончики звонят, да, кто-то там бегает, прыгает, кому-то надо положить поесть, кому-то там где-то что-то убраться, то есть это где-то работа, то есть днем это очень трудно, мало того, еще и сам прокручиваешь, а еще вот это надо, вот то, а вот сейчас надо тому позвонить, а вот это надо сходить, что-то сделать, а ночью все это уходит от тебя. Ночь, она для отдыха, и поэтому ночью уже нету такого вот отвлечения от молитвы, и она более внимательная и более угодная Богу. Ну, кроме того, человек собой жертвует, да, бдение у него совершает, то есть подвиги совершает. Ну, конечно, да, здесь День Господь это тоже принимает как такую жертву, видя, что человек трудится ради беседы с Господом, сокращая свои часы отдыха. Это тоже важно. Почему Господь сам не мог набрать воды, а просил самарянку? Вот этот колодец и сейчас существует, то есть он уже существует до Христа, 2000 лет существовал, и уже от Христа до нас еще 1000 лет существует, и по-прежнему из него набирает воду, в том числе и я был счастливым таким паломником, который также прикоснулся с этим колодцем. Это стоит на этом месте храм, и под алтарем такое вот цокольное помещение, где этот колодец находится. Ну, это сейчас, да, храм? Сейчас. Раньше это было просто такое место полупустынное. И вот я помню свое впечатление, когда туда опускается ведрышко, он небольшого диаметра колодец, туда ведрышко небольшое опускается, и вот ты крутишь, 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 крутишь вот этот вот барабанчик, чтобы, ну, там очень долго, там минут пять надо крутить сначала в одну сторону, потом минут пять... Очень глубокий, да? Очень глубокий, больше 30 метров колодец, вода холоднющая оттуда, но вкусная до сих пор, такая приятная вода. И самое главное, что туда большого объема сосуд не поместится, то есть ты не можешь набрать сразу там 20 литров, а вот по чуть-чуть. Так же и тогда все это происходило. И когда Господь был у колодца, там не было барабана, как сейчас, там не было веревки, как сейчас все это есть. Каждый человек, приходящий, он приносил с собой какой-то сосуд, ведрышко, веревочку, сам туда опускал, сам поднимал, потом веревочку сматывал и уходил. А из ведрышка переливал это в кувшинчик, чтобы не расплескать по дороге. Тем более, что несколько раз он это делал, чтобы наполнить кувшин побольше. Вот Господь не мог набрать, у него не было ни веревки, ни ведрышка. О чем и говорит Самарянка, у тебя даже почерпало-то нету, как ты наберешь? Вот здесь об этом как раз речь идет. Почему для Самарянки, она ведь даже сказала, да, ты пророк, почему для нее был так важный вопрос о поклонении Богу, о месте поклонения? Да, удивительно. Как только она поняла, что перед ней не простой человек, а пророк, как ей подумалось, она даже не могла понять, что это сам Господь перед ней стоит, да, Творец мира. Это у нее, значит, почему и Господь ее, собственно, избрал, значит, у нее внутри было всегда вот это поиски истинной веры. То есть она даже здесь первым вопросом, не там, а как там муж, а как я буду жить дальше, а какие у меня будут там дети, или не будут дети, или там будет у меня здоровье, или будет у меня работа, или там дом, или семья. Нет, она этого не спрашивала, она спросила то, что у нее болело. Где молиться, да? Да. Как молиться? Как молиться? Где молиться? Вот вы говорите, иудеи, что надо молиться в Иерусалиме. Мы, вот, и отцы наши молятся здесь на горе Горезим. Вот, где же истина? То есть она искала истину, и это первый был вопрос ее ко Христу. За это Господь ее и возлюбил, и из-за этого с ней стал беседовать. Он видел этот поиск истины, и всегда, когда Господь видит наши поиски истины, она всегда к нам приходит, и истину. Приносит и показывает. Это однозначно, и даже можно в это не сомневаться. И здесь яркий тому пример. И, конечно же, Господь сказал, что, поверь мне, придет время, когда не будут молиться ни в Иерусалиме, ни здесь на горе Горезим, а будут молиться на всяком месте духом и истинною, Отцу моему Небесному. Что, собственно, и произошло. Ведь мы помним, что после того, как Господа распяли, буквально через несколько десятилетий, был стерт с лица земли Иерусалим, храм стерт с лица земли. И, в общем-то, даже название этого места было на 150 лет забыто. Или Капитолина стала называться это место, где сейчас Иерусалим, и при Господе был Иерусалим. Потом римские императоры повелели, вот или Капитолина, и все, никакого Иерусалима, чтобы там не было. И потом только он был восстановлен, через 150 лет. И, соответственно, совершились эти слова Господа пророческие, что стали молиться ни в Иерусалиме, ни на горе Горезим, а стали уже молиться христиане в храмах, в катакомбах, потому что сначала были гонения на христиан, поэтому они прятались. И молились там, где Господь им даровал место. И эта молитва была Богу угодна, потому что, дальше мы читаем Евангелие, Бог есть Дух, и всякий, кто Духом молится, Богу угоден. И кто истинный, тоже служит истине, и истину стяжает, угоден Богу. То есть не место, о чем речь идет, не место, так сказать, важно для Господа, а внутреннее состояние души. То есть не внешние материальные, они вторичны, первичны, все-таки внутренние душа. И в Библии мы читаем Господь просто, ясно говорит, дашь мне сыне, сердце твое. То есть сердце просит человек, у человека Господь, а не какого-то места конкретного. Поэтому сейчас огромное количество храмов, и в каждом из них совершается таинство православных храмов, и в каждом из них есть Дух, и истина, и жизнь, что говорится самим Господом. Зачем вообще нужны обряды, если можно внутренне молиться? Ну, обрядность, она тоже придумана не сегодня и не сто лет назад. Обряды, то есть те таинства, которые дал Господь апостолам, таинство причастия, таинство исповеди, таинство соборования, это уже апостолы облекли их в такую форму удобную, которая была передана своим ученикам от апостолов, те передали своим ученикам, и так это дошло до нас. То есть мы видим, что литургии служились всегда, всегда, когда, как только появились христиане. Причастие было всегда, как только появились христиане. И это не обрядность, это таинство, от слова «таинственное» что-то, таинственное преображение естества. Да, человек стоит уже не только из души, но и тела, да? Конечно же, здесь важно и для тела, но основная часть всё-таки находится человеческое естество, это в душе большее. И, конечно же, важны внешние моменты этого, так как для тела нужно, ну, чем причастить? Хлебом и вином, преобразившимся в тело и кровь Христова. Таким образом пропитывается и душа благодатью, и тело пропитывается благодатью Божией, и через это происходит спасение, воцерковление и присвоение, так сказать, этого человека Господу. То есть он становится чадом Божьим. Не творением, а чадом Божьим. То есть он из другого совершенно становится, как мы говорим, теста. Он становится другого естества. Не тварного, а уже божественного. Как даже есть такая пословица? Мы то, что мы едим. Есть, да. Но в данном случае это как раз очень точно подходит под то, что если мы причащаемся, мы обожествляемся. А в других случаях эта пословица, она не очень точна, потому что, как Господь говорит, всё, что человек принимает в рот, афедроном всё исходит. Из него и не оскверняет душу человеческую. Только то, что из души исходит, то оскверняет человека. Но это уже о другом речь идёт. И здесь без таинств никак не обойтись. Как, в какой форме преподавать тело и кровь Христова? В какой форме преподавать причастие, исповедь? В какой форме? В какой форме соборовать? Это всё нужно облекать было в какие-то действия, которые сложились в течение этих двух тысяч лет. И то, что мы сейчас имеем, это то, что нам передано от апостолов. Да, и кроме того, нам Господь тоже показывает пример. Когда он молился коленопреклонённо. То есть не просто же в душе, но и какие-то телесные движения. Конечно, мы видим, что даже Господь омыл ноги апостолов. Это же действие было внешнее, не внутреннее. Даже Господь взял хлеб и вино, благословил их, преломил, благословил и дал им есть. Это же тоже внешнее. Это тоже можно назвать обрядом, если с мирской точки зрения смотреть. Но это не обряд, это таинство. И таких масс моментов, которые мы читаем в Евангелии, которые внутренние качества преобразованы во внешние действия. Это очень важно тоже. Наше тело, оно также неотделимо от души. Мы двусоставны. И поэтому и для тела тоже нужно. И призвано к спасению тоже тело наше призвано. Тело тоже должно спастись. Невозможно спастись души, а тело не спастись. Мы двусоставны и нераздельны. Тут никак не отделиться. О какой живой воде идёт речь в притче? Да, вот здесь мы, когда читали, не все понимают, что какую-то живую воду дам тебе, если бы ты у меня попросила, которую ты выпьешь и уже никогда не будешь жаждать. И мало того, всякий, кто эту живую воду примет в себя, из него потекут источники, что есть живой воды. Очень удивительно и непонятно, о чём же тут речь. Это говорится о Духе. О Духе Божественном, Духе Святом, который Господь дарует всякой душе верующей. И через это человек, уверовавший и принявший в себе Духа Святого, он уже не жаждет ничего больше искать. Он уже всё, что необходимо для спасения, для жизни здесь, для жизни после смерти, для устроения своей жизни такой вот временной, земной, он всё уже будет иметь. Мало того, тот Дух, который Господь называет водой живой, он будет животворить этого человека. Он будет его вразумлять, наставлять. И даже слова вкладывать ему в уста, если мы дальше в других местах считаем, что когда вас призовут на судилище, вы не готовьтесь, не думайте. Дух Святой вам всё подскажет, что вы будете говорить. И это удивительное изменение естества человека с помощью Духа Святого. Вот именно об этом Господь и говорит. Чтобы ты попросил у меня воды живой, я бы тебе её дал. Ну, так она и, собственно, и получилась. И Фатина потом была ещё и мученицей. То есть она проповедовала Евангелие до смерти. То есть мы эти моменты очень... Ну, в её житии можно всё увидеть, прочитав. То есть она ещё и не только самарян, да, односельчан призвала. Она пошла проповедовать везде. То есть у неё там, как описывают, сёстры у неё были, у неё даже двое сыновей были. Ну, всё поселение, где она жила, оно пришло. Она же побежала туда проповедовать уже сразу же. Вот только она поговорила там, как говорится, 5 минут, да, вот буквально несколько слов, да, всё, она вот воспылала верой в Христа. И только не хотела она встречаться с людьми, да, стеснялась. Да, и вот насколько изменение духовное изменяет жизнь внешнюю человека, да. Вот сейчас она стеснялась, ни с кем не хотела встречаться, и вдруг тут же пошла и весь городок этот небольшой, привела ко Христу. Пойдёмте, посмотрим. Да, вы посмотрите, вот он, это Христос, вот посмотрите, он такие говорит вещи. И потом сами люди, мы читаем в этом же месте Евангелия, говорят, мы теперь уже веруем в него не только из-за того, что ты нам сказал. Да, попросили его остаться, в отличие от тех, которые гадаринские, да, и попросили, уйди, уйди, Господи. Не пустили его к себе в селение. А здесь они просили остаться, да. Здесь Христос остался на два дня у них, и проповедовал, и говорил им всем. И через это всё это поселение стало христианами. Причём до сих пор в этом поселении, оно тоже сохранилось, и есть община христианская, самарян, которые ходят в эту церковь над колодцем самарянки, причащаются, исповедуются. И вот я в том числе тоже был, и это всё видел. То есть удивительно. Когда ты соприкасаешься с такой древностью, вот это, конечно, поражает. Есть ли смысл в том, что Господь открывается одной женщине, а не сразу идёт в селение, и всему коллективу, например? Ну, я думаю, конечно же, есть смысл, потому что у Господа случайностей не бывает. То есть Господь обязательно даёт самым, всегда самым избранным сначала. Ну, как вот, 12 апостолов. Господь не всему же Израилю стал проповедовать, а сначала избрал 12 апостолов и им дал. А их уже послал проповедовать дальше. Так и здесь. Он дал этой женщине. Почему? Потому что, зная немощь человеческую, человеческого естества, Господь понимает, что если он придёт ко всему коллективу, например, то коллектив скажет, а ты кто? Поэтому он сначала беседует с теми, кто уже подготовлен к этой встрече, который ждёт этой встречи, ищет её. К этим он приходит. И потом через них уже начинает проповедовать другим. Да так встреча каждого человека происходит, да? У каждого своя встреча с Богом. Ведь она происходит на глубине, один на один. Внутри человека, конечно же, Господь смотрит на сердце человеческое. Поэтому внутри человека происходят эти таинственные изменения. всякие верующие вам скажут простую такую истину, что я сейчас размышляю, чувствую, думаю, вижу не так, как думал до уверования. То есть я изменился в своём менталитете, в своём выборе каких-то культурных ценностей, в своих каких-то моментах, связанных с жизнью, семейной, на работе. Многие просто даже работу бросают одну и уходят на другую работу после того, как уверуют. И так далее. То есть семья преобразовывает в христианскую семью. То есть венчаются, начинают детишек воспитывать в православии. Это внутренние изменения. И, конечно же, в них участвует сам Господь через Духа Святого, о котором здесь мы читаем тоже. Ну и кроме того, Господь показочникам, здесь, наверное, что, как написано, да? Радости на небе об одной даже погибшей душе, которая раскаялась. «Одна душа дороже всего мира». Это также в Священном Писании сказано. Удивительно, вот сколько сейчас людей живёт, 8 миллиардов человек живёт на земле сейчас. И одна душа, спасающаяся, она дороже Господу всего мира. Удивительно. И это нам понять невозможно. Но Господь ради этой единственной души, можно так сказать, распялся на кресте. И ради всех, кто в него верует. И также и к самарянам пришёл, и ко всем, без исключения людям, живущим на планете Земля, Господь также приходит. Только не все его слышат, к сожалению. Но это уже не вина Господа, а вина каждого из них, сделавшего этот выбор. Господь каждому стучит в сердце. Опять же, в Евангелии читаем все. «Стою, стучу, жду, не отворят ли мне». И кто отворяет, с тем он обитель устраивает в душе этого человека и общается с ним. Тот же, кто не отворяет душу свою для Господа, Господь в этом не виноват. Господь начинает беседу с просьбой дать ему пить. В другом месте Евангелия мы читаем, что говорится, что кто во имя Его, во имя Господа, подаст хотя бы стакан холодной воды, тот не потеряет награду своей. Есть ли связь между этими отрывками? Мы уже сказали, что Господь называет Духа Святого, конечно же, с живой водой сравнивает. И здесь, когда Он дай мне пить, Он опять же создает предлог для того, чтобы разговаривать с этой самарянкой. И в другом месте то, что Господь говорит, если кто-то даст моему ученику попить, он будет награжден Господом. Везде жертвенность присутствует, везде Господь показывает, что если вы с уважением относитесь ко Мне и к моим посланникам, к ученикам моим, Я вас награжу за это. Ну и, конечно же... Ну и любому жаждущему, алчущему, да, как Господь сказал. Конечно же, да. Милосердие Божие, оно для нас невообразимо. И в этих словах тоже есть милосердие Божие, потому что мы знаем, что без воды человек не проживет и нескольких дней. Просто погибает человек без воды, и здесь мы видим, что и глубинный смысл, то есть духовный смысл закладывается в эти фразы, и внешний, простой, человеческий, такой земной смысл, что всякий, кто жертвует кому-либо, того я награждаю. Есть ли глубинный смысл во фразе «пяти мужах»? То есть только принимать как человеческий, или, как святые отцы говорят, что это как наши пять чувств? Ну, всегда Евангелие рассматривалось святыми отцами с двух точек зрения. Это как историческое, как просто повествование, что происходило, какие события были. И второй смысл – это духовное наполнение вот этих событий. То есть здесь то же самое, святые отцы видят, что пять мужей, действительно, это пять человеческих чувств, которые мы используем в течение всей своей жизни, начиная от младенчества, там, с простейших чувств, а потом все больше и больше развиваемся. И в конце концов приходим к тому, что эти пять чувств, они нам не дают чего-то такого, что нам чего-то все равно не хватает. Вот как этой самарянке, все равно она искала истину. Был у нее пять мужей, но она все равно спросила не о мужах, а будет ли у меня шестой или седьмой, она спросила о другом. Она спросила о истине, где же все-таки поклоняться и как молиться. Поэтому и здесь мы видим, что в таком иносказательном контексте, что Господь говорит, не зацикливайтесь на своих чувствах, пяти чувствах человеческих, плотских чувствах. И идите дальше, развивайтесь дальше, потому что кроме них у вас внутри еще огромное количество талантов духовных, которые вы можете в себе раскрыть, развить их и обогатиться этим. Потому что если человек останавливается на пяти чувствах плотских, он, можно сказать, становится как животное. У животных также приводит к греху. То есть без благодати Божьей, если не наполнится, все равно появятся сожители, грехи. Ну, к чему, собственно, пять мужей привели самарянку. То есть если человек, повторюсь, если человек зацикливается на пяти чувствах и не развивается дальше, он превращается в животное. А это не то естество, к которому призван человек. Человек призван к равноангельскому жительству, к естеству ангельского характера. И если мы к этому не следуем, мы начинаем грешить. Мы призваны к этой цели, но мы туда не идем, мы не слушаемся Господа. Это уже грех. А как мы не слушаемся? Ну, конечно же, мы в этих чувствах погрязаем. И эти чувства из наших помощников становятся нашими губителями. То есть мы начинаем в страсть впадать. Будь то чревоугодие, через вкусовые блуд, через возможность деторождения или какие-то винопития или еще что-то. То есть каждый из этих чувств, которые мы начинаем усложнять, плотское, оно нас же начинает убивать. Да. Поклоняться в духе и истине. В духе мы, как с вами разобрались, да, это благодать Святого Духа, которую Господь дает. Что есть истина? Об этом в Евангелии тоже Господь говорит. Я есть истина и путь, и жизнь. То есть мы, когда ищем истину, начнем с другого. Вот есть правда, да, ну это же правда, вот я говорю правду. Но правда не есть истина. Правда это всего лишь часть истины. То есть одна точка зрения на какое-то событие. А человек так устроен, он не может все точки зрения вместить в себя. Он только однобоко смотрит на то или иное событие, на свою жизнь, на жизнь других людей. И он находится, ну в лучшем случае, в правде. Некоторые вообще от правды отказываются, тогда живут в неправде. Еще хуже, да, в лжи живут. Так вот нам даже надо жить не только правдой, нам надо больше, нам надо жить в истине. То есть всегда пребывать в видении божественном этого мира. То есть что Господь вкладывает в то или иное событие, в то или иное ситуацию с нашим жительством здесь. Что Господь хочет от нас, это и есть истина. То есть воля Божия о нас есть истина, можно так сказать. Можно ли прийти к истинному Богу без веры в Господа Иисуса Христа? Это невозможно. Потому что сам Господь говорит, если не открою Господь тебе этого, ты не можешь сам ни уверовать, ни прийти ко спасению. То есть только тому, кому Отец мой откроет меня, тот и сможет в меня уверовать. И это слова, которые сказаны Господом, которые записаны в Евангелии. Поэтому всякий, кто не имеет веры во Христа, значит ему это закрыто, значит он не ищет этого, поэтому и закрыт этот путь для него. И значит он не спасается, что самое страшное. То есть мы видим, что лишь Господом Иисусом Христом пришло спасение в этот мир. Без него невозможно. Спасение, ну аналогию, какой можно привести аналогии. Но кто из вас может высшую математику без учителя изучить? Вот просто дать вам какой-нибудь учебник, а то есть даже без учебника сможете вы там тройной интеграл за всю свою жизнь изобрести и начать им пользоваться? Да не сможете. Или там матричный анализ, или еще что-то. То есть учитель нужен. Даже в простых человеческих вещах. А уж тем более в деле спасения души человеческой. Но мы же не знаем, откуда мы пришли. Опять же, слова Божие привожу. Вы не знаете ни откуда пришли, никуда идете. Я знаю все. Вот как мы можем, не зная, откуда пришли, куда идем, как мы можем правильно жить, как мы можем спасаться? Это невозможно. Лишь Господь нам показывает, откуда мы пришли и куда идем. И как надо идти к правильной цели нашей жизни. Он и цель показывает, он и источники достижения этой цели тоже показывает. Без этого невозможно. Ну, как Господь говорит, через Евангелие, то есть то, что мы сейчас с вами разбираем. Изучать Евангелие – это одно из основных наших дел. Как мы еще можем прийти к Господу? Мы с вами все время об этом говорим. Но вдруг тут нас человек первый раз смотрит. Или собрался наконец-то причаститься. Как к человеку прийти, например, в то же воскресенье, когда Светлану с вами пригласили. Что нужно человеку, чтобы причаститься, исповедоваться? Ну, действительно, начало пути к Богу – это, конечно же, вера. То есть, если человек не поверит, то и не придет. Бессмысленно его силком тащить, заставлять. Это не получится. А если человек начинает искать веру, то мы видим на сегодняшнем… Хотя бы попробовать верить. Да, мы видим на сегодняшнем Евангелии. Ведь просто мысль этой самарянки, Фатине, мысль о том, а как же правильно молиться? А где же действительно там или там молиться? Где к Богу угоднее, чтобы я молилась? Вот эта простая мысль привела ее к Христу. Как правильно жить, как правильно молиться, где молиться правильно. Вот весь круг этих вопросов, для чего вообще мы живем, цель жизни нашей. Весь этот круг вопросов, который многие себе задавали, но немногие на него ответили. Он приводит к Богу. И с этого надо начинать. Как только эти вопросы появились в нашей душе, на них надо искать ответы правильные. То есть приходить к вере христианской и через эту веру выстраивать правильно свою жизнь. То есть обязательно, как мы говорили, нужны таинства. Их же не мы придумали, их Господь нам дал. И если мы верим в Бога, то мы должны Его и слушаться. То, что Он нам дал, Он говорит, вот делайте так и спасетесь. Не будете делать, не будете причащаться тело крови моей жизни, не будете иметь. Это слова Божии. Сил не будет у человека. Не будет жизни, не то что сил. Жизни не будет у человека. Будет, ну как говорят, ходячий труп. То есть вот внешне что-то такое живое, оболочка, а внутри уже тление. И это, опять же, слова-то Божии. Поэтому всякий человек, верующий в Бога, должен эти слова взять себе на вооружение и в течение своей жизни им следовать. Иначе невозможно спастись. Ну а дальше это все, естественно, будет развиваться внутри человека. То есть как с семенами Господь слова свои сравнивает, эти семена, посеянные в душе, они произведут плоды еще больше. Как подготовиться первый раз? Подготовка к причастию – это один день поста, это чтение молитв к причастию, это натощак прийти на службу, исповедаться и причаститься. Ну, заключительное вам слово, осталось всего одна минута. Ну, я вот следую, так сказать, сегодняшнему евангельскому чтению. Поздравляю всех фатиний, Светлан с именинами. И, конечно же, желаю всем, чтобы вот этот свет Христов просвещал всех приходящих к нему. А для этого его просто надо искать. Ищите свет Христов, и Господь вас просветит. Да, благодарю вас, отец Еменин, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. До свидания. На сегодня все. До свидания.